Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Список Луценко. За что пятерых народных депутатов хотят лишить иммунитета и как проголосует Рада? Дентарный магнит. Очередной депутат, пытавшийся наладить нелегальную добычу, попался на взятки. Разбор полетов. Кабмин намерен выяснить, кто препятствовал вывозу львовского мусора. Петр Порошенко продолжает свой международный вояж. После общения с президентом США Дональдом Трампом и целым рядом ключевых американских политиков и чиновников глава государства отправился в Брюссель. Сегодня он провел несколько встреч с кем и о чем договорился Порошенко. Об этом мы обязательно поговорим чуть позже. А пока, как всегда, о непредсказуемой, как всегда, украинской политике. Суд, бюджет и депутатский иммунитет. В парламенте сегодня спорили о законах, боялись лишиться неприкосновенности и требовали сдать мандаты. Что стало итогом такой противоречивой повестки дня? Узнаем от Екатерины Лысенко. С утра в парламенте только разговора, что поступивших в Раду пяти генпрокурорских представлений на лишение неприкосновенности нардепов. Из коллективного списка сегодня под куполом нет только Дейдея, нардепа, которого подозревают в незаконном обогащении. Другие же избранники из перечня в зале и, похоже, уже стали защищаться. Это чистый фейк, это разработки и провокация Ситника, исключительно и особистая помста против меня. Что к уровню звинувачений, извините меня, это чистая пиздец. На сегодняшний день это сути политическая справа. Это, я считаю, ну, таким образом, тиск на меня делается. С боку правоохранительных органов, потому что я действительно очень много заважал заниматься незаконным кришеванием, видобутку бурштину. Повним складом фракция радикальной партии Ляшка подписалась уже давно за отставку генерального прокурора Юрия Луценко. Цей Порошенковский троянский кинь. Но, как бы там ни было в ближайшее время, нардепам нужно объясняться по сути. Сначала на профильном комитете, а потом уже и в зале. Теоретично это возможно. Чтобы на этой сессии, до закончения этой сессии, до последней декады липня, эти вопросы были подготовлены до расследования. Чем будет вы не расследоваться, это уже вопрос политический. Благо, что на разговоры о неприкосновенности нардепы не потратили весь день. Сегодня у них традиционная мобилизация и полная повестка дня. И первый вопрос о Конституционном суде. Конституционный суд в нашей стране вообще сегодня не работает. Наша фракция, больше 20 подданий в Конституционный суд, стосовно вопросов, которые стоят нарушения Конституции, с нашей точки зрения, они не расследуются, блокируются. И мы видим, что практическая деятельность этого Конституционного суда сегодня заблокована. Поэтому мы поддерживаем реформование Конституционного суда для того, чтобы он просто начал работать, чтобы туда можно было приходить и отставить свою позицию. Законопроект с истории. Его парламент уже отклонял, но комитет исправил недоработки и представил обновленный документ. Теперь в ответ на жалобу конкретного лица суд должен будет дать заключение о Конституционности законов. Раньше оно представлялось по жалобе от 45 нардепов или по обращению главы государства и Кабмина. Президент будет назначать кандидатов в суде, которых выберет созданная им конкурсная комиссия. Удосконалено конкурсные засады выбора кандидатов на посаду в суде Конституционного суда. Другой народный депутат может откликать свою подписку под конституционным поданием до того момента, когда соответствую подание зарегистровано в секретаре Конституционного суда. Выключили норму про сплату сбора за подание конституционной скарги. То есть, еще раз, судовый сбор за сплату подания конституционной скарги не будет стягиваться. Выясняется, что в этом законопроекте есть очень интересная норма. Выясняется, что за отдельных условий Конституционный суд может вернуться к перегляду ранее принятых решений. Люди, до чего мы идем с таким всем? Но самая скандальная оказалась справка, которая к суду-то и отношения не имеет, а назначение омбудсмена не тайным, а открытым голосованием. Эту поправку даже комитет не одобрил. Вы не хотите тайного голосования, потому что нет доверия один к одному. Потому что вы хотите видеть, что не подведет вас блок Петра Порошенко подчас голосования за кандидатуру Упповноваженного справа людини Народного фронта. Вот в чём вопрос. Народный фронт является автором этой поправки. И если, будучи представителем Народного фронта в Офисе Упповноваженного справа людини, то фактически мы ведем целый направл. Мы не можем позволить узурпать целый вертикаль. Мы понимаем, что Офис Упповновенного действует контроль, монетаринг и контроль за работой панитациарной системы. Панитациарная система – это Министерство юстиции. Мы не можем допустить, чтобы две люди с одной политической силы, ну фактически, одна действовала контроль за работой, а другая контролировала органы, которые действуют контроль. Правда, поправка относительно того, как голосовать, тайно или открыто, не окончательная, хоть и проголосованная в первом чтении. Ну а дальше в повестку дня внесли коррективы. В парламенте неожиданно появился премьер со своими бюджетными изменениями. Попросил увеличить бюджет на 26 миллиардов. Это очень важный документ, который предпочитает ритмическое финансирование субсидий для украинских граждан, заработной платы в оборонном секторе, финансирование заработных плат для лекарей, финансирование программы безкоштовной лекции, много других важных проектов. Поскольку бюджетный документ появился только вчера вечером, нардепы не успели толком изучить цифры, поэтому законопроект одобрили только в первом чтении. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. До 10 лет тюрьмы может грозить нардепу от Народного фронта Евгению Дейдею. Его подозревают в незаконном обогащении. По данным ГПУ, преступным путем он получил как минимум 6 миллионов гривен. Тем временем, Соломинский суд столицы избирает меру пресечения фигурантам янтарного дела. Главные подозреваемые это нардепы Борислав Разенблат и Максим Поляков. Сегодня суд отпустил под залог в 160 тысяч гривен помощницу Полякова Татьяну Любанько, которую подозревают в получении взятки 7,5 тысяч долларов, предназначавшейся для народного депутата. Сегодня стало известно о том, что задержанные по подозрению в получении 200 тысяч долларов взятки охранники Разенблата пошли на сделку со следствием. Еще одного фигуранта янтарного дела, помощника нардепа от радикальной партии Татьяны Юськовой и Константина Проскурков взяли под стражу на 60 дней. Его подозревают в организации встреч представителей частной компании с депутатами из группы депутатский контроль для помощи в легализации янтарного бизнеса. Проскурков в суде свою вину отрицает. Откуда у него найдены при обыске немалые суммы, он объяснить не смог. Каким образом вы можете объяснить о находке у вас дома этих грешей, которые были выложены, которые передавались? Я понимаю. Честно говоря, мне независимо понимали, каким образом эти, в частности, мова про материальные деньги потрапили до меня, но я хочу отметить, что я из каждой своей зарплаты, какую-то часть, как правило, отполагал для того, чтобы изменивать их в курсе, ну не в курсе валюты, а в обменных пунктах. И хотел просто сделать у мамы подарок. Почему эти деньги у меня, я честно не понимаю. В Житомирской области на взятке погорел депутат. Он хотел наладить незаконную добычу янтаря. СБУ задержала политика с поличным. По нашей информации, это представитель радикальной партии Владимир Халиманчук. Чтобы не препятствовали его нелегальному бизнесу, он пытался заручиться поддержкой начальника областного управления защитой экономики. За четыре дня работы своих старателей и дальнейшее сотрудничество депутат предложил подполковнику 1600 долларов. Сотрудники СБУ задержали Халиманчука, когда он пришел в рабочий кабинет полицейского и принес часть суммы. Владимир Халиманчук – бывший гаишник, теперь бизнесмен. Он занимается грузовыми перевозками и заготовками дорогих пород древесины. Активно выступает за добычу янтаря в Житомирской области и еще один радикал-депутат облсовета Илья Смычок. 25 мая депутаты облсовета дали разрешение компании «Экотехстрой» на использование недр, другими словами, добычу янтаря на территории 400 гектаров. В 2014-м он был в списке радикальной партии Олега Ляшко под номером 98. Но в парламент не прошел, стал помощником лидером фракции. И хотя был в этой роли недолго, около года, бизнесмен, похоже, продолжает использовать свое политическое прошлое в радикальной партии. А вот другому радикалу, народному депутату Андрею Лозовому, повезло куда меньше. Генпрокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Лозового подозревают в уклонении от оплаты налогов. По данным следователей, тем самым тот нанес государству ущерб на сумму почти 2 миллиона гривен. Под пристальным вниманием правоохранители и сам лидер радикальной партии. Вчера в столичный офис политсилы пришли с обыском. На сайте интернет-издания «Лига.нет». Спикер нацполиции Оксана Блищик сообщила, там проводились следственные действия. Напомню, в апреле главу фракции радикальной партии допрашивали в НАБУ. Хотели выяснить, откуда у семьи Ляшко 20 миллионов гривен на покупку недвижимости. Но ответа так и не получили. Вызывали Олега Ляшко и в НАПК по подозрению в нарушении закона о предотвращении коррупции. Грумкие задержания сегодня и в Херсоне. Под стражу взяли начальника управления капитального строительства и его подчиненного. А экс-директору департамента жилищного хозяйства предъявили подозрение. В чем конкретно подозревают чиновников Херсонской мэрии, расскажет Кирилл Ющишин. Сегодня утром следователи нагрянули сразу в несколько кабинетов Херсонского исполкома. Проводили обыски и в квартирах чиновников. В управлении капитального строительства взяли под стражу начальника и его подчиненного. Сегодня проведено затримание одного из начальников управлений Херсонской мэрии и его подчиненного, который объективно подозревается в чиновнике злочину и при присвоении грешевых денег больше не 400 тысяч гривен. Зазначенные деньги были выделены для реконструкции школы номер 21. Скандал вокруг реконструкции этой школы разгорелся еще около года назад. Начальник управления до сегодняшнего дня уже находился под домашним арестом. По таким именно предлогам его теперь взяли под стражу, в прокуратуре не уточнили. В мэрии рассказали ремонтные работы в школе, о которой идет речь. Финансировали совместно с правительством Финляндии и утверждают, никаких хищений быть не могло. Это образцовая наша школа, которую финансировали совместно не только за счет финансов городского, Херсонского городского совета, но главным образом за счет донорских организаций. Львиная доля за счет правительства Финляндии. Европейская практика, там подсчитывается каждая копейка, каждый, извините, цент, евроцент. Также прокуратура сегодня вручила подозрение экс-директору департамента жилищного хозяйства. Его подозревают в хищении бюджетных средств во время закупки мусорных контейнеров. Зазначенные контейнеры не отвечают вымогам тендерной документации, чем было с причинами сбытки громадяниста, понад 200 тысяч гривен. В ближайшие дни суд должен избрать меру пресечения всем троим чиновникам. В прокуратуре заявили, будут настаивать на содержание под стражей. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Херсон. И на взятки в полтора миллиона гривен попался начальник госгеокадастра Луганской области. Задержали спецслужбы чиновника во время получения денег, традиционно. Для вымогательства подозреваемый разработал целую схему, она охватывала практически всю область. Задействовал в ней двоих своих подчиненных из Северодонецка и Славянска. Все фигуранты преступной цепочки сейчас находятся под стражей. Провести лето в Киеве приглашает Виктора Януковича Аболонский райсуд столицы. Список ближайших десяти заседаний по делу о госизмене Януковича обнародован на сайте данного суда. Слушания назначены на конец июня, начало июля и расписаны на весь август. В защите, как отмечают в суде, предоставлены все возможности для участия Януковича в режиме видеоконференции. Народные депутаты из межфракционного объединения «Народный контроль» придумали, как решить мусорную проблему Львова. Будут вывозить отходы из своих округов сами. Последовать их примеру призывают и земляков-мажоритарщиков из других фракций. В Гурсовете говорят, что поддержка уже есть. А в Гурсовете фракции «Народного контроля» планируют предложить инвестпроект для привлечения денег на строительство мусороперерабатывающего завода. Это своеродный политический цунцванг. И, на жаль, мы не видим конкретной площади и конкретного решения о вывезении смяты из Львова. Мы вместе с своими коллегами-депутатами проводим особенные перемоги с мэрами мест. В частности, мэр Министерства Другобича, Червонограда. Пожар на мусорной свалке во Львовской области ночью в городе Стрий огонь охватил 600 квадратных метров, но его довольно быстро ликвидировали. А Львовское коммунальное предприятие, которое занимается вывозом отходов, сегодня обыскивали сразу несколько служб. Что ищут правоохранители, выясняли наши корреспонденты. Обыски в компании Львов спецкоммунтранс начались с самого утра. С ордером пришли полицейские сотрудники службы безопасности. Они имеют право выключать компьютерную технику, как будет ситуация до конца дня. В принципе, если у нас выключат всю компьютерную технику, мы прекратим свою работу, потому что у нас все компьютеризовано, шляхи листы, маршруты на завтра воде. На предприятии рассказывают, обыскивает только кабинет директора, где хранится вся документация. Скорее всего, дело касается миллионных махинаций с вывозом отходов из Львова. Недавно правоохранители отчитались, что раскрыли коррупционную схему, когда перевозчики сбрасывали львовский мусор на обочины дорог, в лесах и даже посреди полей по всей Украине. На прошлой неделе на два месяца арестовали Юрия Грибана, директора самой крупной компании, которая занималась вывозом отходов. Руководителя фирмы А.В.Львов подозревают в незаконном завладении средствами из городской казны. Свыше 9 миллионов гривен выделяли для вывоза и захоронения мусора. Как утверждают в прокуратуре, Юрий Грибан подписывал договоры с фиктивными фирмами из Днепра и Киева, у которых не было ни полигонов, ни возможности принимать отходы. И вот сегодня дело дошло до Львова спецкоммунтранса. Следователи, общаться с журналистами, не захотели. Ближе к вечеру вынесли несколько пакетов с документами. Исполняющие обязанности директор успокаивает. Предприятие сможет работать. Компьютерную технику не забрали. Выложили часть документов, то есть товары транспортные накладные и то, что я говорил ранее, что некоторые договоры. Раз уж мэр Садовый не справляется со своими обязанностями, передавать их обл. администрации сегодня предложил губернатор. На территории города, на мою думку, выполняются действия, которые ведут к дезорганизации системы вывоза твердых побудовых отходов из территории города. Я сегодня вернулся с официальным листом к Львовскому городу, в котором выклав готовность взяти на себя ответственность за вывозение твердых побудовых отходов из города. О мусорных проблемах Львова сегодня говорили и в Киеве на заседании оперативного штаба комиссии по вопросам экологической безопасности. Как заявил вице-премьер Геннадий Зубко, местные власти обязаны предоставить ГПУ конкретные факты препятствования вывозу отходов из Львова. Львовская Минская Рада, вместе с Львовской областной администрацией, в связи с бездействием, долго тревалый период, функции, которые подпадают в мусорное соблюдение. Разъявлено питание, что до делогования функций с организацией и обеспечения утилизации смятя до Львовской областной администрации. Тем временем уже четвертые сутки продолжает голодовку в поддержку лидера своей партии Андрея Садового, который практически год не может решить мусорный вопрос, глава фракции «Самопомич» Олег Березюк. Все это время он находится под зданием администрации президента. Пьет только воду. Голодают также его коллеги по партии Оксана Сыроид и Тарас Пастух. Александр Васильченко, Галина Акушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал «Интер» Львов. Внести изменения в пакет реформ предлагают члены Федерации профсоюзов. Они высказались против планов Кабмина снять мораторий на продажу земли, поскольку считают данные инновации неэффективными. На заседание поддержать профсоюзы приехали нардепы. Представитель Федерации профсоюзов в парламенте Сергей Каплин заявил о том, что главная задача на сегодня реанимировать сферу здравоохранения и не допустить повышения пенсионного возраста для украинцев. Федерация профсоюзов занепокоена тем, что протягом года уряд и окремные министры, коалиция в целом, не сделали ревизию и не внесли после своего выбрана новую, качественную программу развития Украины на ближние 10-15 лет. Я считаю, что именно такими категориями должны руководители и правильные партии. Люди должны знать, что новые элиты будут делать с страной в ближний час. Профспилки – это коллеги. У нас одна из вами мета. Выконача гилки влады – это выполнить то, что сказал президент, глава уряду, и не должны делать приемные вещи, а наша функция, кроме законотворчивости, это еще и представительская. Вчера бюджетный комитет принял доведомо основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы. Первый в истории этого парламента парламент схвалил план на три года, чтобы уявлять, что делать в будущем. Там некоторые вещи, возможно, вам не сподобаются, но мы можем их на сегодняшний день констатовать. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Петр Порошенко в Брюсселе. О чем президент говорил с Ангелой Меркель? Прощай, тушенка, украинская армия переходит на стандарты питания НАТО. И вернемся к визиту Петра Порошенко в Брюссель, где проходит двухдневный саммит и обсуждают санкции против России. Каковы результаты встреч украинского президента, и что еще на повестке дня у европейских лидеров, расскажут мои коллеги. Утром, за несколько часов до начала саммита, Петр Порошенко встретился с главой собрания Дональдом Туском. Разговаривали полчаса, после чего на пресс-конференции Туск заговорил по-украински со словами поддержки. Вы ничего не отримали за дармо. Вы заслужили все, чего вы достали. И сам этому, так много у нас тут в Европе, захоплюют за вами и поддерживают вас. Хотя я знаю, что этого не всегда достаточно. Вы можете право оценивать на большее. Вы также можете право писать со собой. Без виз уже работает. Соглашение об ассоциации вступит в силу на полную с 1 сентября. Все это решение последних месяцев, которые стали для Украины победой, заметил украинский президент. Главный вопрос, к которым приехал, продление секторальных санкций против России. Их срок истекает уже через месяц. Этот шаг может быть даже более эффективным после моей встречи с президентом Трампом. Несколько часов назад я вернулся из Вашингтона. У нас был многообещающий разговор. В первую очередь по санкциям. И мы были бы очень рады услышать о продлении санкций и Евросоюзом в эти дни. И таки услышим, сообщил украинский президент спустя несколько часов. За это время он успел поговорить с немецким канцлером Ангелой Меркель и другими влиятельными политиками. Теперь мы точно знаем, что будут приняты решения в прогнозах, что до продолжения санкций против Российской Федерации, аж до полной имплементации Минских угод. Перед тем, как принимать решение, свое слово о санкциях на саммите традиционно говорят лидеры стран Нормандской четвертки. Франция и Германия. Для французского президента Эммануэля Макрона этот саммит дебют. А вот британский премьер Тереза Мэй начинает прощаться. Лондон запустил процедуру выхода из ЕС. И Мэй на саммите должна презентовать свое видение прав граждан ЕС, живущих в ее стране. Именно это главная тема заседания. Какие аргументы Мэй везет в Брюссель, знает моя коллега из Лондона Светлана Чернецкая. В эти минуты лидеры стран Евросоюза в старом составе все 28 совмещают работу и ужин. Доведется ли перекусить британскому премьеру вопрос. Она главный докладчик за столом и должна представить свои предложения по правам граждан ЕС в Британии и британцев в Евросоюзе. Подробности своего плана не раскрывает, но речь идет о том, что после Брекзита европейцам разрешат работать и жить в Соединенном Королевстве. Это очень важный вопрос и мы хотим решить его в первую очередь на ранних этапах переговоров по Брекзиту, что сейчас и происходит. Британского премьера выслушают и уже по традиции попросят удалиться. Остаток вечера лидеры стран будут обсуждать услышанные от Терезы Мэй. Также на повестке дня вопрос о передислокации из Лондона в ЕС двух европейских агентств по медицине и банковскому надзору. 20 стран уже готовы принять их у себя, поскольку это значит создание новых рабочих мест. Завтра, кстати, исполняется год со дня референдума по Брекзиту. Процесс выхода Британии из ЕС еще толком не запущен и в Европе не устают повторять, что готовы вернуть в семью заблудшую страну. Президент Европейского совета даже заговорил словами из песни Джона Леннона «Imagine». Некоторые из моих британских друзей спрашивали меня, возможно ли отменить Брекзит и могу ли я представить, что Великобритания останется частью ЕС. Я им ответил, что по сути Европейский союз был построен на мечтах, кажущихся нереальными для достижения. Так что кто знает, вы можете сказать, что я мечтатель, но я такой не один. Сам саммит проходит в условиях повышенных мер безопасности. Во вторник в Брюсселе полиция застрелила на месте человека, пытавшегося устроить взрыв на центральном вокзале. Для Лондона это тоже очень болезненная тема. Четыре теракта за четыре месяца и, соответственно, контртерроризм является одной из главных тем этой встречи. Завтра второй и заключительный день саммита лидеров стран ЕС. Светлана Чернецкая и Алена Абрамович. Подробности телеканал «Интер» из Лондона и Брюсселя. И уже на следующей неделе Петр Порошенко проведет переговоры с президентом Франции. Встреча с Эммануэлем Макроном состоится в понедельник в Париже, после чего запланированы телефонные переговоры лидеров «Нормандской четверки». Макрон, кстати, заявил, что планирует организовать личную встречу лидеров «Квартета». Об этом французский президент сообщил в интервью европейским СМИ. Все подробности об этом узнаем от Татьяны Лагуновой. Президент Франции, журналисты восьми европейских печатных изданий Эммануэль Макрон дал большое интервью ведущим СМИ. И рассказал, каким он видит будущее Евросоюза и роль Франции в объединенной Европе. А также заявил, он планирует как можно быстрее провести переговоры «Нормандской четверки» в формате саммита лидеров «Квартета». Когда может состояться подобная встреча, если предварительные договоренности Макрон не уточнил. Назвал только приблизительную дату до саммита Большой двадцатки. Он стартует 7 июля в немецком Гамбурге, то есть через две недели. При встрече с лидерами Украины, Германии и России Макрон хочет понять, на каком этапе находится процесс выполнения минских договоренностей и как его можно ускорить. Большую же часть беседы с журналистами Макрон посвятил будущему Евросоюза. И рассказал, он хочет дать новый импульс объединенной Европе, создав альянс доверия с Германией. А для этого нужно сначала провести реформы во Франции, чтобы она вместе с Германией стала мотором для всего Евросоюза. А еще Макрон раскритиковал лидеров восточных стран ЕС, которые, по мнению французского президента, часто цинично пользуются благами ЕС, но не уважают его ценности, забывая, что Евросоюз это не супермаркет, а общая судьба. Интервью Макрона многие европейские эксперты уже назвали его внешнеполитической программой. Дескать, Франция больше не хочет быть на политическом бэк-вокале у Германии, как во времена Франсуа Оланда, а попытается скрепить с немцами дуэтом. Получится ли у Макрона, покажет время в любом случае, в условиях Брексита и прохладных отношений между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Новые сильные лидеры Европе точно не помешают. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Вот встреча президента в США и России во время саммита Большой Двадцатки в Гамбурге может и не состояться. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, на данный момент подготовка к переговорам Путина и Трампа не ведется. В Белом доме встречу также не подтвердили пока. Сегодня в Украине день скорби и памяти жертв Второй мировой войны. С 22 июня 1941 и по 8 мая 1945 года продолжались боевые действия, в которых участвовали украинцы. Они сопровождались жестокостью, масштабными разрушениями городов, сел, массовым уничтожением и депортацией людей. По данным Института Истории Украины, во Второй мировой погибли около 10 миллионов украинцев, которые участвовали в боях, и почти 13 миллионов мирных жителей. Сегодня по всей стране прошли поминальные мероприятия. Украинская экономика находится в удручающем состоянии, а страна становится сырьевым придатком. Об этом заявил Леонид Кучма на открытии второго международного форума «Рассвет Европы», в котором также приняли участие президенты Украины и первые лица стран Балтийско-Черноморского региона. Обсуждали проблемы безопасности, разногласия между странами и пути их решения. Мы про экономику вообще забыли. Мы же разваливаемся начисто. В высокотехнологичной галузе их нема у нас уже практически. Ракетно-космичной галузи нема, авиации нема. На 90% все залежит от нас самих. Не треба сподеваться, не треба ходить с протянутой рукой по всему свиту и просить грошей. Если сами не вспоминемося и не начнемо заниматься своими проблемами, яких у нас вот столько, и если люди не поверят в нашу владу и разом будем его затягнуть в одном направлении, а не в ризе, то, извините, никакие форумы не допоможут. За нас никто наши справы работать не будет. О том, что серьезного продвижения в Минских соглашениях в скором времени ожидать не стоит, сказал представитель Украины в трехсторонней контактной группе по регулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма, по крайней мере, до выборов в Германии и России, подчеркнул он. «Хоча б та нормандская четверка, яка сегодня существует, собиралась и принимала решение, будем мы сподіваться, чтобы пришла новая людина в Елесеевский палат. И, как мы видим по его, так сказать, всем заявам, что он хочет этот процесс взрушить из места. Поднимемся, если они вместе будут работать с мертвыми, в таком плане, как они уже встречались и договорились, то я уверен, что какие взрушения будут. Но у меня переконания такие, что до выборов в Немеччине и до выборов в России никаких серьезных взрушений не будет». Двое украинских бойцов и местная жительница были ранены на Донбассе за минувшие сутки. В районе Авдеевки по позициям военных враг несколько раз открывал огонь из танка и БМП. На одном из опорных пунктов на Светлодарской дуге работал сегодня Геннадий Вивденко. На Дебальцевском направлении сохраняется определенная тишина. Но, по крайней мере, сегодня с утра противник не стрелял. Украинские военные считают, что противник частично деморализованный. Военные действия вести пока не желает. Это можно назвать громкой тишиной. Раз за разом оккупанты провоцируют наши войска из тяжелого вооружения. Вчера тоже бахнули, провокации были. Но, ребята, сдержались. За пару недель с той стороны срезали опоры электропередач. Убирают артиллерийские ориентиры, уверены украинские военные. Готовят вторую линию траншей. На днях разведгруппа противника пыталась проникнуть через нашу оборону на линии сел Троицкое и Луганское. Пришлось вступить в бой. В последний раз 150, где-то 200 метров повзли. Но мы их в цикле, конечно. Ну, трава очень высокая. Поднялась трава, сейчас она трошки пожевтише. Пытаются прощупать, пристреливаются сначала. Начинают, начиная, ну, васильки называем, восьмидесятки. А потом уже более 120-й идет. В поселке Троицкое, тем временем, пользуясь определенным затишьем, бойцы решили соорудить часовню для себя и местных жителей. Священники из Донецкой области привезли хоругви, старые и новые иконы. И вот вдруг провоцирующий одиночный выстрел из крупнокалиберного миномета со стороны врага. Вот это вот, как она Архангела говорила, это уже новая полиграфия. А это что было? Шлист-Родянский. Это что-то прилетело куда-то. Тут постоянно бывает так, особенно в вечере. Громкое перемирие здесь с начала июня. Однако безопаснее в Донецком направлении не стало. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей. Корейка с шампиньонами и черешня на десерт. Украинская армия переходит на новую систему питания по стандартам НАТО. Что теперь будет в меню наших военных, расскажут мои коллеги. База военно-морских сил в Одессе. До сих пор еду матросам и офицерам готовили частные фирмы, выигравшие тендер. Теперь частники, пройдя тендерные процедуры, могут лишь поставлять сюда продукты питания. А вот над приготовлением блюд колдуют уже сами военнослужащие и штатные повара Минобороны. Первый рассолни и соус макароны. Разнообразие и выбор блюд по желанию. Вот главный конек новой системы. Например, на обед можно взять овощной рагу с котлетой или же рис с мясом. Затем дополнить это сыром с колбасой и сдобной булкой с яблоком. Андрей Салдаков служит с конца 90-х. Помнит в армии и гнилую картошку с капустой, а на перловку уже смотреть не может. Кормежка по-новому для него это в первую очередь качество. Это не каша, которая не вываливается, когда ты перевертаешь тарелку. Это нормальный, рассыпанный рис. Ты получаешь удовольствие от еды. При заказе продуктов из каталога Минобороны можно выбирать более 300 наименований. От шампиньонов и свиной корейки до апельсинов и кофе со сливками. При этом у поваров есть возможность дозаказывать ингредиенты и разнообразить меню в меру собственной фантазии и умения. Это только приветствуется. Если это плов, значит можно выбрать рис, длинный, шлифованный. Заказать под него мясо баранину или мясо яловичины. Также можно заказать куркуму. Кетчуп можно взять за своим побажением, герчицу. Руководство столовой изучает, какие блюда больше других придутся по вкусу морякам, а затем составляет меню, учитывая их пожелания. Мы запланировали, допустим, сегодня 50% крупы и 50% картошки. То есть, если сели больше картошки, в следующий раз планируем, допустим, больше картошки и меньше крупы. Если сели черешни, значит больше черешни. Поэтому вот либо апельсины, либо яблоки. Пока эксперимент, как говорят военные моряки, проходит на ура. Главная цель реформы, процесс обеспечения продовольствием вооруженных сил по стандартам НАТО, должен стать прозрачным, исключающим возможность коррупционных схем. Вскоре новую систему питания внедрят и в других подразделениях ВМС Украины. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесса. Из-за аварий на дорогах украинская экономика, по оценкам Всемирного банка, теряет более 4 миллиардов долларов в год. Именно столько денег в госказну могли бы внести в виде налогов и отчислений погибшей и травмированной в ДТП украинцы. За последние 6 лет, по официальным данным, в нашей стране погибли более 26 тысяч граждан. Последние инциденты, связанные с действиями авиации НАТО и США, а также резкая реакция России на них, вызвали беспокойство в Израиле. Известно, что авиация еврейского государства постоянно бомбит цели на территории Сирии. Сейчас военные разрабатывают новые приемы, чтобы избежать атаки со стороны российской ПВО в этой стране. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Резкое обострение отношений между Россией с одной стороны США и НАТО с другой вызвало, мягко говоря, серьезную озабоченность в Иерусалиме. Сначала я напомню, американцы сбили сирийский самолет, который бомбил позиции курдского ополчения вблизи города Ракка. После этого Россия заявила, что меняет правила открытия огня и теперь любые воздушные цели к западу от реки Ефрат будут рассматриваться как враждебные. Чуть позже масло в огонь подлил инцидент над Балтийским морем, когда натовский F-16 перехватил самолет с Сергеем Шойгу на борту. Для Израиля это очень тревожные новости. Его самолет как раз и действует к западу от реки Ефрат, регулярно совершая налеты на колонны с оружием, которые сирийская армия пытается передать террористам в Ливан. Буквально каждую неделю практически по иностранным источникам Израиль бомбит и атакует военные конвои, которые идут через границу с Сирией с Ливаном в руках Изболе. То есть что находится в этих конвоях известно разведке и естественно это может быть и российское вооружение и любое другое, даже если оно идет через Иран. У израильских летчиков четкие инструкции. Если они видят, что их с земли облучает боевой радар, его нужно немедленно уничтожить. Но как быть, если это радар российского комплекса? Наведенная на летчика на самолет система ПВО это все равно, что наведенный на вас пистолет. Его нельзя просто проигнорировать. По этому поводу было даже специальное заседание Денштаба, где обсуждали тактику применения авиации в Сирии. С учетом новой возникшей угрозы, возможно, военным придется использовать какие-то средства подавления, чтобы заглушать радары в тех районах, где предстоит бомбардировка. Менять свою стратегию Иерусалим не собирается. Уничтожение тяжелого оружия, предназначенного для террористов, было, есть и будет главной целью израильской армии в Сирии. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Как украинцы покорили американскую сцену, где подрабатывает Джордж Клуни, и как бразильский пес сам ходит за покупками в магазин. Об этом и не только в нашем обзоре. Украинская группа впечатлила публику и жюри на талант-шоу в Америке. Группа Light Balance настолько понравилась ведущей Тайри Бэнкс, что она нажала так называемую волшебную кнопку. По правилам ее можно использовать только один раз за весь сезон передачи. Таким образом, украинцы сразу попали в прямые эфиры американских телеканалов. Семь с половиной миллионов просмотров за сутки собрал второй трейлер нового сезона киносаги «Игра престолов». В трейлере показали всех главных персонажей, а также драконов и белых адаков. Команда сценаристов обещала зрителям еще и злодея, которого ранее в фильме не было. Финальная серия сезона будет самой длинной за все время проекта – полтора часа. Премьера состоится 16 июля. Джордж Клуни продал британской компании бренд своего виски за 700 миллионов долларов. По условиям сделки Клуни и еще два его компаньона получат 700 миллионов сразу. Еще 300 миллионов бизнесменам отдадут в течение 10 лет. Но только в том случае, если виски будет хорошо продаваться. В рекламе крепкого напитка снимался сам Клуни. А вот теннисная знаменитость Борис Беккер банкрот. Причина – долг одному из банков. Адвокат Беккера попросил дать месячную отстройщику для повторного залога недвижимости немца на Майорке. За которую теннисист смог бы выручить еще 6 миллионов. Но лондонский суд отказал. Беккер – шестикратный обладатель большого шлема. За свою карьеру заработал 25 миллионов долларов. В Бразилии пес самостоятельно ходит в магазин за кормом. Петука стал постоянным клиентом ветеринарного магазинчика в городке Парай. Свой обед собака забирает уже 9 лет. Петука знают все продавцы. Пес определяет, на какой полке его корм и лает, если пакет долго не отдают. А потом несет лакомство домой. Позже хозяин все оплачивает. Это все новости на сегодня. Завтра в пятницу итоги недели в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. Я прощаюсь с вами до субботы. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова